Обычно такие внушительные очереди мы привыкли видеть в поликлиниках, но сегодня ажиотаж наблюдался напротив Дворца спорта. Именно здесь развернулся мобильный прививочный комплекс. Своей очереди людям пришлось ждать долго, поэтому нашей съемочной группе они были совсем не рады и общаться не особо желали. Почему решили прививаться и как вы думаете, нужно ли это делать? Очень нужно, помогает хорошо. Прививочный кабинет приглашали тех, у кого давление и температура в норме. К тому же нет хронических заболеваний и аллергии на белок. Мы отметили, что основная масса желающих сделать прививку – люди в возрасте. Хотя и они от гриппа прививаются нечасто. Вы часто прививаетесь? Я третий раз. За всю жизнь? За всю жизнь. А почему так редко? Ну, раньше как-то не говорили, что это необходимо. А сейчас думаешь? Как-то стала информация идти усиленная, и я стала ходить в поликлинику. Но там очень сложно. Там надо добывать талон, идти к инфекционисту и прочее. То есть в мобильном бурте гораздо проще? Ну да, но только долго очень оказалось. Оказалось долго. Дольше, чем в поликлинике? Ну, конечно. Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет почти миллиард человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от осложнений после гриппа погибают до 650 тысяч человек. Поэтому вакцинация, и на этом настаивают медики, наиболее эффективное средство защиты, особенно для тех, у кого есть хронические заболевания легких. Поскольку вирус гриппа может вызывать осложнение в виде тех же самых вирусных и смешанных вирусно-бактериальных пневмоний. Если человек поставит прививку от гриппа, то само заболевание может привести либо в легкой форме, либо вообще не заболеть им. Не было у вас обострения хронического заболевания, либо острого заболевания, с температурой, с насморком. Было? Нет. Врачи были настолько убедительны, что я тоже подалась общему настрою и решила впервые за долгое время защитить себя от вируса гриппа. Прививку от гриппа я не ставила лет семь, но именно здесь сегодня врачи убедили меня, что делать это все-таки нужно. Сегодня вакцину вместо инвекции не мочить, вот так прижать. Только сегодня, да? Только сегодня. Кстати, если бы я прививалась платно, то мне и другим желающим пришлось бы заплатить почти 700 рублей. Именно такой ценник выставляет одна из известных медицинских компаний. Когда вы придете на прием, вам предложат поставить все, что вы захотите, и вам предложат. То есть вакцина ставится либо в один день, либо с интервала месяца. Поэтому, если желаете привиться бесплатно, придется постоять в очереди и успеть до 11 сентября. Кстати, в день города, когда ожидается особенный наплыв желающих сделать прививку, будут развернуты дополнительные пункты на набережной Аби и на улице Георгия Исакова, 213. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.